Самые сладкие финики могут быть только с родины нашего любимого пророка. Мир ему и благословение Всевышнего. Мединские пальмы – это надежный поставщик отборных сортов фиников из благословенных аравийских садов по низким ценам и с высочайшим качеством. Оптовые и розничные продажи. Доставка по всей России. Скоро Рамадан, и у нас будут особые условия для тех, кто желает раздавать финики постящимся. Ознакомьтесь с нашей продукцией на странице в Инстаграм, а лучше позвоните и приезжайте в гости. Будем рады всем. Если финики, то только мединские пальмы. Заместитель министра Малайзии по делам религии Ахмад Мазрук Шаари предложил предпринять дополнительные шаги для предотвращения распространения немусульманских религий среди мусульман. Сообщается, что федеральная конституция уже дает возможность штатам и федеральным территориям вносить поправки в свои законы, чтобы сдерживать немусульман. Власти также обратились к администрации, которые уже были подготовлены законы по контролю за распространением неисламских религий среди мусульман, с просьбой усилить их правоприменительную деятельность. Ранее Верховный суд Малайзии принял историческое решение, дав право немусульманам называть Бога Аллахом в печатных изданиях наравне с мусульманами, что вызвало опасения широкой мусульманской публики. До решения суда власти Малайзии придерживались позиции об эксклюзивности имени Аллаха для мусульман во избежание путаницы в религиях. Христианские лидеры тем временем требовали право называть Бога Аллахом официально. По их словам, говорящие на малайском языке христиане испокон веков используют слово Аллах в устной речи, в песнопениях, молитвах и библейских текстах. Ислам является государственной религией в Малайзии. Конституция страны гарантирует свободу вероисповедания только для немалайцев. Все малайцы, согласно Конституции, являются мусульманами, начиная с рождения и подлежат шариатскому суду. В том числе могут быть осуждены за отклонение от норм ислама, определяемых религиозной администрацией. Браки между мусульманами и немусульманами считаются незаконными. В Малайзии христиане составляют лишь около 10% населения. В Египте христиане тоже называют Бога Аллахом. Во время богослужения христиане часто используют слово Аль-Раб. Такая же ситуация и в Индонезии. Христиане и мусульмане используют слово Аллах. Присутствует лишь разница в произношении второй гласной. Субтитры создавал DimaTorzok